Алина Хабибулина В Казанском федеральном на языках мира. Чем закончился визит иностранных журналистов? Они разбудят тебя утром. В Набережно-Челнинском институте КФУ запускают утреннюю радиопередачу. Университет для маленьких умников. Как прошли очередные занятия детского университета? Сегодня в Казань съехались ученые со всех уголков мира. Какие проблемы в повестке дня, расскажет Александр Александров. Юбилейная пятая конференция о развитии динамика и иерархических систем уже который год собирает в Академии наук Татарстана людей, неравнодушных к проблемам современной науки. Среди участников как ученые с мировым именем, так и молодые звездочки. Первые приехали сюда поделиться опытом, вторые этот опыт перенять. Расширяю свой кругозор вообще, да, познание данной тематики и других проблем вообще. Как вообще можно использовать иерархию при раскрытии любых других проблем. Приобретение опыта и, соответственно, дальнейшего его использования для написания кандидатской работы. Однако и тех, и других объединяет одно – твердое убеждение, что российскую науку надо поднимать. И сегодняшняя конференция – один из шагов к этому. Одна голова хорошо, а полсотни порой выдают просто гениальные идеи. Без них никак, ведь в повестке дня очень сложная и многогранная проблема. В научном плане происходит дифференциация наук, разделение на более детальные, дробные, даже биологии, биохимии и так далее. Но существует обратный процесс интеграции науки. И вот этот процесс интеграции науки, он должен объединять представителей всех частных наук для того, чтобы решать очень сложные вопросы, анализы сложных многоуровневых систем. Конференция продлится до 13 ноября. Проблемы иерархических систем обсудят в рамках шести секций, причем рассмотрят не только теоретические, но и практические аспекты. Александр Александров, Руслан Урозаев, Юниор Ньюз. Студентов КФУ познакомили с основами квантовой информатики. Институт вычислительной математики и информационных технологий пригласил для чтения лекций научного сотрудника Университета Латвии. Абузер Якрильмаза – выдающийся молодой ученый в области квантовой информатики. В Казанском федеральном он уже не в первый раз. Это второй его визит, проходящий в рамках реализации программы развития КФУ по приоритетному направлению информационно-коммуникационной технологии. Иностранный гость провел серию встреч со студентами и аспирантами. Завершающим этапом стала открытая лекция для всех желающих получить новые знания в сфере информатики. Сегодня мы говорили о квантовых компьютерах. Я рассказал студентам об их свойствах и преимуществах по сравнению с обычной компьютерной техникой. Однако основной задачей своего приезда, я считаю, пробуждение у студентов интереса к такому развивающемуся в мире направлению, как квантовая информатика. Несмотря на то, что Абузеру Якрильмазу придется покинуть Казань, работа с нашими студентами будет продолжаться дистанционно. Это сотрудничество позволит поднять исследования в области квантовой информатики в нашем университете на новый уровень. На днях завершился пресс-тур иностранных журналистов по Казанскому федеральному. Своими впечатлениями представители мировых СМИ поделились с Александром Александровым. Пресс-тур по Казанскому федеральному зарубежным журналистам запомнится надолго. Экскурсия по музею истории – встреча с ректором поездков планетарий. Один из старейших вузов России предстал перед гостями во всей красе. Но за несколько дней акулы-пера и камеры успели не только познакомиться с университетом. К себе на родину многие увезут бесценный материал. Казанский университет, несомненно, заслуживает внимания мировой аудитории. Мы впечатлены увиденным и услышанным. Я собираюсь сделать большую программу про ваш университет. И про город тоже. Ведь у Турции всегда были дружественные отношения с Татарстаном. И нашим зрителям будет интересно узнать про вашу культуру. И все же настоящее открытие мировых медиа ждали впереди. Для журналистов провели видеоконференцию с Олегом Гусевым – молодым биологом из КФУ, который сейчас работает в Японии. Он рассказал им о своих разработках, а также чем планирует заниматься, вернувшись в Казанский федеральный. Обмолвился Олег и о новых лабораториях, где будет воплощать свои планы в жизнь. Услышали, проверили. Сразу же после видеоконференции журналисты направились в лаборатории Института фундаментальной медицины и биологии. На новейшем оборудовании Центра протеомных исследований и Центра микроскопии уже проводится целый ряд наблюдений и научных опытов. И как заверили экскурсантов, ни одно животное не пострадало. В качестве подопытных выступают исключительно клетки, причем нередко клетки человека. В лабораториях работают преимущественно молодые ученые. Есть среди них и аспиранты из других стран – Сербии, Ирана, Африки. Но все же главной своей заслугой здесь считают то, что в Казанский федеральный постепенно возвращаются те, кто долгое время работал за рубежом. Радует то, что действительно наконец-то поняли, что отечественную науку тоже надо финансировать в России и возвращаются специалисты за границу с международным опытом, которые проработали многие годы за рубежом, переняли опыт мировой науки и внедряют его здесь. Это, конечно же, обнадеживает. Казанский федеральный – лишь один из пунктов масштабного медиамарафона по российским вузам. Но уже сейчас у многих журналистов от увиденного масса впечатлений. И они готовы делиться ими со своими читателями, слушателями и зрителями. Александр Александров, Ленарда Вольтьяров, Руслан Уразаев, Юнивер Ньюз. Научить, познать и овладеть по новым технологиям. Следующий учебный год студентов Института фундаментальной медицины и биологии начнется в новом учебном кампусе КФУ, в будущем именуемый современным симуляционным центром. Подготовка нового кампуса для студентов ведется полным ходом и уже подходит к своему завершению. В этом сегодня в ходе визита убедился министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин. Ильшат Гафуров представил проект кампуса. Здесь будущих специалистов университета будут готовить с применением новейших технологий в соответствии с мировыми стандартами. Центр будет рассчитан на обучение, подготовку врачей, изменение учебного процесса и ориентацию международных образовательных стандартов. Это не только для Казани, я считаю, что это для всего Приворского федерального округа. Ну и достаточно сказать, что и сегодня высокотехнологичный медицинский центр, они являются по целому ряду направлений, передовыми в Приворском федеральном округе. Конечно же, мы заинтересованы, чтобы образовательный процесс в части подготовки студентов, в части подготовки врачей был тоже на соответствующем уровне. Я скажу так, это адекватный ответ тому запросу современной медицины, здравоохранения, который сегодня есть. И это, конечно же, будет очень востребовано. Ну а о том, что происходит в мире, расскажет моя коллега Ралина Киряева. В мире буря пятой наивысшей категории, несущая с собой ветры скоростью 315 км в час с порывами до 379 км в час, подняла волны высотой до 5 метров, которые обрушились на Филиппины. В России в поселке Загорские Дали произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Погибли 4 человека, пострадали 6. Доставленный вниз Клифосовского мужчина находится в коме. В Татарстане жители Мамадыша попали в Книгу рекордов Гиннеса. Мероприятие по занятию гиревым спортом под названием «300 спартанцев» заключалось в том, что 300 участникам необходимо было поднимать гири в течение 30 минут. Этого было достаточно для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. У меня все. Спасибо, Ралина, и мы продолжаем. А далее вас ждут последние новости из жизни Набережно-Челнинского института КФУ. В Набережно-Челнинском институте КФУ открылась лингвистическая школа «Юный полиглот». Совместно с носителями языка преподаватели кафедры филологии провели для всех желающих школьников увлекательные мастер-классы. В рамках форума автоматизации и прогрессивных технологий прошел мастер-класс для студентов. О том, как работают двигатели автомобилей «Форд» и из чего они сделаны, рассказал Ральф Опель, менеджер по запуску операций с двигателями компании «Форд Соллерс». Студенты специализации рекламы и связи с общественностью Набережно-Челнинского института КФУ недавно вернулись из Казани, где посетили мастер-класс международного бизнес-эксперта Вадима Ширяева. Успешный предприниматель рассказал об управлении продажами и маркетингом, о последних трендах в мировой коммуникации. Еще одна новость из Челнов. Студенты Набережно-Челнинского института КФУ теперь вещают не только на голубых экранах, но и по радио. Еще нет восьми утра, а диджей университетской радиостанции уже за микрофонами. Радиоведущие уверяют, их новый проект поможет студентам окончательно проснуться. Развлекательное шоу «Пора на пары» вещает в режиме онлайн на официальном сайте Набережно-Челнинского института, а также в прямом эфире учебного корпуса номер 7. Всю неделю вставать рано придется Кристине Смирновой и Федаилю Ганиеву, которым и пришла в голову эта замечательная идея. «Пора на пары» – это амбициозный, молодой, креативный, крутой проект, который мы с Кирой Гагариной будем развивать. Будем звонить всем слушателям, возможно, даже преподавателям, и будить их с утра. Слушатели могут активно принимать участие в жизни университетского радио. Например, те, кто проснулись рано, пришли на пары или просто зашли на сайт института, могут присылать смс-привет и поздравления и сообщения в группе «Ура! ВКонтакте». А на днях самые маленькие студенты и ученики детского университета посетили очередные занятия. На этот раз ребятам рассказали, как распознать в персонажах отрицательных героев и раскрыли тайны древних рукописей. О лекциях для самых маленьких подробнее в следующем сюжете. Каждое занятие в детском университете для его юных студентов – праздник. Об этом говорят их искренние улыбки и любопытство в глазах. Такому рвению к знаниям можно только позавидовать. Для кого-то это уже не первый урок. Ребята с удовольствием посещают лекции на любую тематику. Скажи, ты давно ходишь в детский университет? Второй год. Тебе очень нравится? Да, супер. Потому что, ну, во-первых, просто много знаний, во-вторых, интересные лекции. Я уже в пятую лекцию сюда хожу. С начала пришло. Тебе нравится здесь? Да, очень. Ну, тут интересные лекции. Ну, тут очень интересно. Ну, мне очень нравится. Мне понравилась тема, вот, как не стать жертвой рекламы. Лекции детских университетов отличаются от стандартных, пожалуй, лишь форматом. В виде представления или игры лекторы рассказывают о важных вещах различных научных сфер. Да и сами ученики подходят к занятиям с недетской серьезностью. С энтузиазмом отвечают на вопросы и порой поражают своими ответами даже взрослых. Это огромное счастье, что есть возможность перед таким количеством любознательных детей самого разного возраста рассказать о том, что ты, в общем, выбрал в качестве главного своего призвания в жизни. Ну, так вот прекрасно получалось, что после многих вопросов, ответов, как раз получался самый главный ответ, который просто мне надо было повторять. То есть это великолепные дети. Чаще всего дети приходят в детский университет по инициативе своих родителей. Поэтому важно, чтобы они были довольны получаемым образованием своих чад. И, как выяснилось, мама и папа в полном восторге от университета для самых маленьких. Ребенок очень много узнал того, чего мы часто не додаем своим детям. Много информации по истории города, по истории Татарстана. Конечно, экскурсии очень интересные. А мы послушаем такие лекции, которые нас, родители, даже завораживают эти лекции, не только детей. Впереди у маленьких студентов еще множество интересных занятий. И кто знает, может, через несколько лет именно эти дети войдут в стены КФУ, как настоящие студенты. Алина Хабибулина, Руслан Уразаев, Юнивер Ньюс. Если ты любишь снимать видео на телефон и часто становишься свидетелем интересных событий, то ты тот, кто нам нужен. Приходи к нам на улицу профессора Нужина, дом 1 или присылай видео по адресу универсмотрисобака.кпфу.ру и стань нашим мобильным корреспондентом. И на этом у меня все. Оставайся с нами и первым узнавай новости своего университета. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!